В области работают депутаты Сената и мажориста парламента Республики Казахстан. Основная цель визита – ознакомление с ходом выполнения государственных программ. В первую очередь сенаторы посетили несколько медицинских учреждений с целью ознакомления с работой ОСМС. Также речь шла о введении патронажной работы. По словам депутатов, это очень важно, так как все дети должны получать качественную медицинскую помощь и обязательную вакцинацию. В городской многопрофильной больнице депутаты Сената и Парламента на ремонтуре Галифа и Эрбулат Мукаев осмотрели имеющееся оборудование для диагностики больных. Обследование здесь проходит не только находящееся в стационаре, но и по направлению из поликлиник. Доступность к качественному медицинскому обслуживанию в данное время обеспечивается путем программы обязательного социального медицинского страхования. В стране еще есть граждане, которые не определили свой статус, и в данное время работа ведется именно с этой категорией. Где-то около 700 тысяч человек не определен статусом. Это значит, что они не могут получить услуги по СМС. Поэтому сейчас главное задать, чтобы таких людей, чтобы мы могли ориентировать, мы могли объяснить, разъяснить, потому что они определились со статусом. Мы сейчас, находясь в городской больнице, узнали, поликлиника направляет только, когда возникает плановое лечение, или экстренное лечение уже направляет в стационарную городскую больницу, а вся первоначальная работа проходит через поликлинику. В 2020 году благодаря программе СМС можно получать бесплатные стоматологические услуги. К категориям, которые могут получать лечение, согласно программе, относятся беременные женщины, дети до 18 лет, люди, имеющие инвалидность. До этого знаем, что стоматологические услуги все платные были. Теперь в системе СМС они уже возможности получили, получить бесплатные лечения. Поэтому сейчас вот здесь основное новшество, что стоматологические услуги наконец-то сделали доступным и самым бесплатным для таких людей, которые уже нуждаются особенно. С нового года в полную силу начнет работа и патронажная служба. В городской поликлинике номер 5 программу опробировали в пилотном режиме. Она позволяет не только наблюдать за детьми от рождения до 5 лет, но и выяснить проблемы в той или иной семье, помогать в их решении. Туда вовлечены беременные женщины и дети от 0 до 5 лет. Медсестры определяют статус, значит, в этом семье есть ли какие-то социальные значимые, если у них есть кто-то не работает, они создают межсекторальный мультидисциплинарный команды и начинают работать. Чтобы это мама, если она безработная, если дети социально незащищенные, если у них нет, или мама одинока, мы работаем, мы не оставляем эту семью. Мы звоним, значит, в образование, в социальную защиту и вместе проводим эту большую работу. Данная модель работы с населением внедрена на территории всей области. Таким образом, жизнь ребенка отслеживается еще до его рождения. И с первых дней жизни он получает все необходимые медицинские услуги. Важным моментом является обязательная вакцинация детей в течение первого года жизни, а также устранение социальных проблем семьи, в которых дети воспитываются.